В предыдущем видео я рассказал про топ-10 российских компаний, акции российских компаний, которые по мнению аналитиков открытия брокер принесут достаточно большую доходность. И сегодня я хочу продолжить эту тему и рассказать о топ-20 зарубежных акций, которые по мнению аналитиков открытия брокер будут наиболее перспективны. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Дебятков Юрий. Ну, как я говорил в предыдущем видео, топ-20 зарубежных акций это Алексей Корнилов, ведущий аналитик по международному рынку акций. Я уже говорил, что я его лично несколько раз встречал на семинарах, очень грамотный человек. И вот что он говорит. Ну, во-первых, композиция портфеля по секторам, очень интересно. Вот что он говорит. Макроэкономическая картина в целом создает условия для поступательно растущей динамики рынка акций США на фоне роста экономики. Да, экономика США растет. ФРС прогнозирует рост экономики США в 2021 году в размере 7%, это очень много. На прошедшем в Джексон Холле симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл вновь подтвердил приверженность мягкому сценарию в отношении монетарной политики, что оказывает существенную поддержку экономике. Это правда. По результатам года ожидается, что экономика США уверенно превысит предковидный уровень. Рост экономики коррелирует с ростом выручки и прибыли компании, а прибыль, как известно, является основным фундаментальным фактором для роста акций и индексов. Ну, вообще все хорошо, предновогодние ралли, поэтому мы предполагаем, что в целом текущие макроэкономические условия являются благоприятными для инвестирования в акции, как минимум на среднесрочную перспективу, выделяем особое внимание компаниям, которые предлагают на своих рынках конкурентоспособные продукты, способные обеспечить им долгосрочный поступательный рост выручки и прибыли. Хотелось бы отметить, что с распространением дельта штаммов COVID-19 мы сохраняем перевес в технологическом секторе, который хорошо зарекомендовал себя в плане защиты от пандемии. Использование тактических ребалансировок между секторами позволяет нам реагировать на ситуации и настроение на рынке. Основные принципы поиска и отбора инвестиционных идей для портфеля у нас остаются прежними. Топ-даун анализ, приоритетный подход при выборе перспективных отраслей и компаний, рост по разумной цене, основной принцип выбора объектов инвестиций и диверсификация по секторам для отражения структуры экономики и снижения рисков. Вот по поводу диверсификации. Смотрите, 35% информационные технологии, то есть технологический сектор, 15% товары длительного пользования, 15% услуги связи, 10% промышленность, 10% здравоохранение и по 5% энергетика, товары ежедневного потребления и финансы. Ну, надо сказать, что это американские компании, поэтому вот такая структура. В России энергетика это там 40% как минимум, а здесь 10% на энергетику вместе с товарами ежедневного потребления и финансами. Вот такая аллокация. Ну и сами акции. Давайте смотрим. Акции. Компания MasterCard Incorporated, Ticker MA, сектор, понятно, информационной технологии, это все. Следующая компания Visa Incorporated, тоже самое, то есть, что и MasterCard, PayPal Holdings, тоже самое. То есть, это платежные сервисы, мы видим. Так, что у нас дальше идет? Microsoft Corporation, всем известная компания, и она вполне себе сейчас развивается, и даже Windows очередной сейчас пытается, насколько я понимаю, будет очередной Windows презентация. Apple Incorporated, ну, всем известные производители айфонов, айпадов и прочих, прочей продукции. Salesforce.com Incorporated, Ticker CRM, Forward P&E 68,9, ну, в общем, на 12 месяцев. P&E, конечно, у них, мама не горюй. Вот, но при этом цена акции 264, целевая цена 280, потенциал роста 6%. Однако, вот таким образом, и входит ETF, судя по всему. Так, теперь дальше. Вот такая компания, Salesforce, еще раз, CRM, повторяю. Ну, предыдущая компания, всем известно достаточно. Вот. Следующая компания, да, ServiceNow я пропустил почему-то. Тикер НАУ, ну, в общем, цена акции 660, целевая цена 660. Здесь мне не очень понятно, почему рекомендуют покупать. Честно говоря, вот не скажу почему. То есть, ServiceNow и Forward P&E высокое, там что-то, там зарыто. Я рекомендую посмотреть, прежде чем покупать. Следующая, Lockheed Martin Corporation, ничего против не имею. Это промышленность уже, капитализация 99 миллиардов. Очень интересный Forward P&E 13. Это вообще феноменальный, наверное, показатель у Lockheed Martin. Индикаторная дивидендная доходность 2,9, просто потрясающе. Цена акции Lockheed Martin, сейчас скажу, 358, целевая цена 394, потенциал роста 10%, безусловно, стоит покупать. Единственное, что вас может остановить, это, может быть, какие-то моральные принципы, потому что Lockheed Martin, это промышленность, и очень сильно это военная промышленность. Вот так. Следующая компания из той же серии, из промышленности, Boeing Corporate, это, ну, в общем, Boeing Company. Тикер BA, очень крупная компания, вы все знаете про самолеты Boeing, но это не только самолеты, это тоже военная техника, это обслуживание вот всех этих самолетов, также всякие маленькие самолеты, и также, ну, там много-много всего, не только самолеты. Вот, Boeing, ну, у Boeing потенциал роста 24,5, почему? Потому что низкая база. Вы знаете, что у Boeing был целый ряд проблем, поэтому акции их сильно упали, и сейчас ожидается рост. Следующая компания, Bayer AG, германская, соответственно, это уже здравоохранение мы переходим, капитализация 47 миллиардов, ну, не знаю, Forward PNE, 7,6. Ну, по-моему, это лучшая из всего списка, Bayer AG, ну, крупнейшая фармацевтическая компания, ой, какая фармацевтическая, там вообще все в Германии, просто Германии все. 4,2 индикаторная дивидендная доходность, шикарная совершенно, цена акции Bayer 47,69, целевается на 75, потенциал роста 57,3. Ну, вообще просто вне конкуренции покупайте и все. Merchant Company тоже здравоохранение, тоже фармацевтическая, 12,8 Forward PNE, что такое Forward PNE, это за сколько лет окупится компания за счет своей прибыли, почему Forward, потому что оценки, ну, смещены в сторону будущего, то есть, как бы, они нацелены на еще и перспективы. Дивидендная доходность 3,4 очень высокая, вполне себе, целевая цена 105, целевая цена Merck 102, сейчас 77, потенциал роста 32, прямо вот вообще покупайте и все. CME группа это Chicago Merchant Exchange, чикагская биржа, финансы, потенциал роста 13,3, дивидендная доходность 1,8, ну, биржа, 197, 198 почти цена акции сейчас, вот они пишут, 224 целевая цена, вполне себе, CME группа вполне себе может вырасти. Дальше, Energetica Total Energies SE, TTE Ticker, 7% дивидендная доходность, по-моему, это максимальная дивидендная доходность из всех, которые есть. Forward PNE 8,1, вообще все шикарно, 44 цена акции, 52 целевая цена, прямо уже хочу купить. Вот, Walmart, WMT, тикер розничной торговли, ну, всем известная крупнейшая торговая сеть американская, ну, типа нашей пятерочки на самом деле, вот, но понятно, что крупнее. Дивидендная доходность 1,5, потенциал роста 10,4. Продукты, они нужны всегда, то есть это из той серии, которая не падает от кризиса, вот так вот. Али Баба Групп, ну, Баба Тикер, вот, сейчас у них проблемы в связи с торговой войной были и акции на очень хорошем уровне, поэтому дивидендов 0 они не платят. Судя по всему, Forward PNE 17,3 тоже так себе, но потенциал роста 59,9, то есть, в общем-то, 60% потенциала роста, потому что, просто потому что справятся они с этими проблемами. Вот так. Amazon.com, следующая Amazon и Mercado Libre, Inc. Inc. Следующая компания такая же. Это, что за компания? Это потребительские товары, почему я их прямо вот в одну кучу мешаю, Amazon и Mercado Libre, потому что это, в общем-то сказать, они очень похожи. Очень похожи, но, насколько я помню, Mercado Libre в основном в Бразилии работает. А так, то же самое, что наш Озон, то же самое, это продаж товаров через интернет. У Амазона ожидается рост 9,7% потенциала роста, у Mercado Libre минус 1,6%. Вот так вот. И Forward PNE почему-то у Mercado 359. Ну, я думаю, что, может быть, аналитик решил, что очень хороший уровень сейчас, то есть они хорошо упали. Может быть так. Я не знаю. Следующая. Activision Blizzard Incorporated. Это уже в коммуникациях. 39% потенциала роста. Честно говоря, про эту компанию не очень-то хорошо и знаю. Следующая компания Alphabet Incorporated. Тикер всем известный Google. Ну, то есть это компания Google. У нее название Alphabet. Ну, с Google ничего не будет. Уж будьте спокойны. 4,7% потенциала роста. Дивидендов они не платят. Ну, так же, как Яндекс, собственно говоря. И Netflix. Netflix. Потенциал роста 6,7%. Цена акции сейчас в 588 долларов. Целевая цена 628. Не дешевая компания, она очень сильно росла и утверждается, что, в принципе, ничего не мешает ей расти дальше. Вот такие 20 компаний. Ну, а по поводу того, стоит ли доверять мнению аналитиков, брокеров и открытия, я расскажу, возможно, в следующем видео, я покажу, что они сами пишут о своих идеях. И прямо честно они показывают, сколько процентов из них дало прибыль и какую, и сколько процентов из них дали убыток и какие. Насчет убытков это намного интереснее, чем прибыли, потому что, ну, вот здесь вот надо уже смотреть и понимать. Ну, во-первых, приятно, что аналитики открытия и вообще брокер открытия не скрывает то, что не все идеи у них приносят прибыль. Это хорошо, это честно, по крайней мере. Ну, и в предыдущем видео я уже сказал, что аналитики просто делятся, потому что делятся своими идеями, потому что... Ну, потому что это только часть идей, ну, как бы вот так вот. В принципе, они в этом не заинтересованы. Вот то, что я хотел до вас знести в предыдущем видео, и сейчас я повторяю. То есть они не заинтересованы в том, чтобы делиться своими идеями, но их просят, а они говорят, ну, ладно, давай напишем. Может быть, кому-то это будет полезно. В общем-то, именно поэтому я и снял это видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. С вами был Демятков Юрий. До встречи.